друзья всем привет с вами блог авто мпс у меня привычный хорошо знакомые вам exit а вот вах а у меня значит пришелец из другой планеты прилетели мало кому знакомый фав бестун 77 77 прям для москвы отличные цифры машина московского региона соперники у нас очень близкие полторашка на вариаторе полторашка на роботе полуторки снова у нас да но 147 лошадиных сил и 160 у меня до пушка гонка обе тачки у нас недоприводные поэтому так как на улице валит дико мы для приветствия заехали вот сюда на подземную парковку рига мова парковка бесплатная и в общем сюда любой желающий может заехать погреться может быть поснимать ролик как ну и может быть кстати зарядить электричку тут даже есть зарядная или прикупить подарочков к новому году пользуясь случаем что пока тут нет какого-то ажиотажа можно приезжайте да что касается цен 3 миллиона рублей полновесный нормальный премиум 2300 без этого гонорка премия премиальности при этом очень сильно прорисованный автомобиль 2300 700 тысяч рублей это извините хороший мотоцикл лада гранта да или какая-то еще просто ремонт в квартире да не 700 тысяч это прям ощутимая цифра у нас машина почти в максимальной комплектации у бестун недавно появилась версия плюс системы кругового обзора и а учитывая что у меня она есть вот чтобы уравнять цифры 3 миллиона рублей 2 миллиона 300 но 700 тысяч рублей не стоит эта система кругового обзора она стоит 30 тысяч да поэтому даже если поставить ее сюда все равно он будет доступнее чем и выглядит как классно прям ты едешь и никто не понимает почему на этой машине едешь что мажор фрик но мы взяли у дилера она в пленке оригинальной конкретно черный но есть естественно и другие цвета балл за цену уходит фаву к сожалению для меня а теперь что касается то сколько у тебя первое у меня 17 тысяч рублей первое то стоит но вы же знаете как сэкономить заходите на сайт автоспот точка ру и там вы находите приложение за 13 интервал то и там и там по 10 тысяч километров у меня первое то стоит 25 но на автоспоте есть приложение за 15 хорошо четверто это его сколько будет стоить 60 тысяч рублей официальная цена на автоспоте можно получить скидку и сделать его за 40 мне кажется это все равно очень дорого но вы же хотите чтобы на ваш премиальный китайский автомобиль была гарантия у меня приятель купил nissan за 70 автомобиль ездит на нем сколько у тебя ты его стоит 4 а я сделаю а гарантия а робот ну то что ну ну стремно согласись такую тачку за 2 миллиона вот но не дай бог что-то в ней воткнет тогда я заплачу за ней за 4 то 40 тысяч рублей если ты не умеешь пользоваться автоспотом если зайдешь на автоспот тысяч 30 за 20 25 да ну то есть здесь скидка 20000 но это все равно остается очень дорого здесь скидка 15 тысяч но при этом но 25 это ну хоть какая-то морально объяснить и при этом это со всеми материалами не надо вот это вот возить с собой канистры и все я считаю что фав должен забрать балл за доступность т.о. подожди ты только что забрал балл за цену но это было 700 тысяч рублей здесь экономия ну там 5-10 тысяч рублей может быть где-то 2 я предлагаю пол балла тебе за то но и с пониманием того что у фава все-таки меньше дилеров и соответственно меньше выбор у иксида 5-10 не деньги это мир в общем если вы мерить баках бензина то это не ну согласен пол балла пол балла мы только выезжаем с подземной парковки но вактанг уже выигрывает полтора балла заявленный дорожный просвет у фава 185 миллиметров и при этом автомобиле нет защиты двигателя вот завода никакой то есть у вас просто двигатель он установлен вроде относительно высоко нижняя точка это опора двигателя но посмотрим пройдет или нет я думаю что нет и собственно нет вот плавной защиты чтобы подмять под себя покрышку да поехали еще еще проезжай проезжай вперед но нет нижняя кромка бампер у меня серебристый на ней будут очень хорошо видны все царапины но при этом она очень мягкая она здорово поджимается снизу пластиковая защита двигателя заявленный дорожный процвет 19 сантиметров ну как бы прошел но как бы нет я думаю что пол балла lx все-таки заслужил просто за сам факт пластиковые защиты двигателя но вот прям полноценного какого-то заметного преимущества этого автомобиля точно нет чувствуешь себя игре в пене кофе капучино плавающий плавающим маршмеллоу в изобилии теплых вкусных тонов не но есть очень приятная отделка ручки дверные красивые тут и блестящий пластик и такой серебристый как манистанцы деревца обратите внимание да да вот эта верхняя часть мягенькая правда такая гулкая но мягенькая где телесекта топ-гера огромная стеклянная крыша прямо вот и она не давит самое классное что ты вот светлые тона с сочетанием с этой крышей и светлым потолком очень приятно на лощу кстати как печенье он не давит и обратите внимание какие лампы здесь классные они плавно разгорают по лофтам увидишь сам огонечек и вот тот редкий случай когда у тебя машина со стеклянной крыши но ты не можешь сказать что он тебе давит да потому что то что не убирается 4 пальца над головой да при том что это еще и люк но люк на самом деле есть всегда вы не сможете купить себе фав без люка фокус 1 кулак вращается в лайк и очень классно я хочу сказать что вот эти вот штукенции все от них уходят но да это жесткие и они тут ногами сами этот фигачат сапогах то это тряпочек протёр да вот и как в поезде по старте да такие сеточки да место для ног вот так вот что очень хорошо хорошо зелом не скорее даже нравится и вот еще сзади есть маленькие окошки он уютный какой-то вот тут не нет желания не вылезти поскорее у меня пока мир отсюда я сижу прям кайфово пойдем попробуем премиальный китайский альный ведь фав он же не является премиум у них есть кстати хун ци хун ци хун ци хун ци это вам не хун ци какие-нибудь ну ухвались игорь но премиальщины смотри место для ног столько же здесь нет пластиковой обшивки но это кожзам это тоже место ног для ног это не главное мне кажется ты посмотреть толщина перед ним сидит вот и последствия с дыровиком все это сомнет да ну про вот ты чувствуешь что находится в премиальном дорогом автомобиле у меня есть подогрев заднего дивана воздуховод один у тебя один какой-то тут цит и скидываться кому греться раз два три есть заднего дивана есть все и все время заканчивается на подогреве заднего дивана но это тепло хорошо согласен в тоннеле также нет места для ног столько же такая же стеклянная крыша над головой вот здесь вот где закончился вообще стукла кстати не не а ты вот ты сильнее откиньте назад вот здесь вот вы вот вот здесь помещается вот здесь помещается а вот Вот здесь вот, если ваш рост, вот мой метр 81, мне здесь, у меня зазор вот там сантиметр. Если ваш рост метр 90, то сидеть вы вот так будете удобно, но вот так уже будете... Ну в какой-то момент надоест, так себе будешь перемещаться, и в попытках найти какую-то информацию на LG-дисплее... Я предлагаю дать полбала LX-у по месту, все то же самое, на подогрев заднего сидения. Вот так всегда было, все это перемельчено, забивает уют. Вот там просто уютно, как в избе, приятно, уютно, как в кофейном чаще. Здесь, ну, цветовые решения попроще, да, но мягкий пластик. А это лук такая, или рыбья чешуя какая-то? Да, да. Не, ну согласись, подогрев, он же что-то стоит. Безусловно, конечно. То есть, вот по посадке, летом, вы разницы не почувствуете. А еще вчера утром мы бы молились на подогрев по заднему сидению. Да, а сегодня Вахтанг приехал и заранее прогрел тачку, поэтому в ней хорошо. Я просто сегодня не выходил. Сосно, вообще, как дизелист профессиональный. Полбала в пользу LX-а. Согласен, ну ладно. Вахтанг, первый вопрос к ФАВу. Поясни, что такое Бестунг? А я не поясню. Ну, Бест, понятно, типа лучшие. А что лучше это? Лучшие Уны? Что это такое? То есть, отталкиваться от слова образования, Бест лучший, Тюн, ну, скорее всего, лучшая настройка, лучше настроенный автомобиль, чем что-либо. Ну, я бы так для себя это перевел. Ну, будем считать, что принято. Рассказывай, что у тебя есть хорошего? Во-первых, у меня очень красивый салон. Вот даже если не вникать в какие-то технические тонкости, которые мы сейчас вникнем, он просто очень какой-то обнимающий, уютный. Вот этот свет, огромный, конечно, света в салоне, панорамная крыша, приятный какой-то карамельного цвета стойки и сама крыша. Какая-то коричневый какао-шного цвета кожи, ну, или зэко-кожи, не знаю, отделка дверей и торпеда. Какая-то ламинация под дерево, ну, в таком же цвете, в таком же стиле, как и весь салон, вот эти вставочки. Ну, они как-то делают салон визуально очень дорогим. Плюс ко всему, он чем-то мне напоминает нечто среднее между Infiniti и Мерседесом. Вот эти вот кнопки плотно подобранные, такие тяжелые на ощупь управления. Классно, что они вообще есть, в отличие от большинства современных автомобилей. Они есть, их можно нажимать в перчатках, в чем угодно, без перчаток. Мне нравится, действительно, очень интересное цветовое сочетание. И, кстати, оно не единственное. У Fava есть несколько интересных цветных салонов. Там разные комбинации, вот эта светлая и темная, разумеется, искусственная кожа. Да, а в перчатках тебе придется ехать достаточно долго, потому что у тебя нет подогрева руля и нет подогрева лобового стекла. Я буду греться красотой. А теперь я тебе могу рассказать о своих понтах. Хочешь? Ну, у тебя же премиум все-таки. Куда нам творческой интеллигенции до премиума? Мне, наверное, не хватает немножко, действительно, вот этого буйства красок, которое есть у тебя. Но, смотри, подогрев руля, подогрев лобового стекла по всей поверхности. У меня есть возможность дистанционного запуска двигателя. Хотя, нет. Да, у меня есть возможность дистанционного запуска двигателя. У меня раздельный климат-контроль, почти как у Range Rover VLAN. Да, что, у меня есть вот это подполье. Да, там неудобная беспроводная зарядка, но у меня, в принципе, подполье есть, в отличие от тебя. И огромный бокс между сиденьями. Сильно больше, чем в Favio. Ну, окей, я согласен. На самом деле, я ждал какой-то более сокрушительной победы со стороны Exida. Но нет. Раздельный климат и теплые опции. Мне кажется, полбала я заслужил. Но в части стиля Exida еще есть над чем поработать. Ну что, сравним динамику. С места разогнаться на моноприводе сейчас, конечно, невозможно. Но сходу можно попробовать. Вот с 60 км в час. Давай, вот я сейчас VK, а ты, соответственно, в драйве. Три, два, один. Пошли. Очень забавно, когда я нажимаю педаль, первые там полсекунды ничего не происходит. Потом чувствуется, что это раскручивается. И, и, на полкорпуса впереди. И еще. Ну, как бы вот так. До 130 я, наверное, смогу разогнаться. Ну, видишь, вариатор, он чуть быстрее отрабатывает. Как-то не странно, чем роботизированная коробка передач. Но дальше моща решает. Давай попробуем в спорте. Три, два, один. Пошли. Вот я хочу сказать, чтобы в спорт режиме отклик намок быстрее произошел на газ. У меня есть одна надежда. Вот буквально на днях Exit рассказал, что LX получит турбомотор 1.6. И роботизированную коробку передач тоже с мокрыми сцеплениями. В нем будет 150 лошадиных сил, но 275 ньютон-метров крутящего момента. Даже больше, чем у тебя. И появится полный привод. Вот тогда будет шанс отыграться. Все-таки этот полуторалитровый турбомоторчик, он, к сожалению, не очень быстрый. И я признаю это поражение. Зато мне очень нравится звук, с которым твоя машина набирает скорость. Так, Вахтан, ты конус видишь? Я буду знать, что он там. Давай так, туда и обратно. Кто здесь быстрее, тот молодец. Заметно. Едем с выключенной ESP. Да, с выключенной ESP. Так, сейчас я спорт режим выберу. А я тоже выберу спорт режим. Была борьба с роботами в фильме «Терминатор». Считаешь, что победила? Три, два, один, пошли. Я забыл выключить ручник. Но ты тоже никого не поехал. Какая напряженная борьба. Увлекательная гонка. Гонка героев. Куда ты поехал, Игорь? Резина у нас и там, и там не шипована. Причем, похожая очень. Так, я могу попробовать включить ESP. Делается это через приборку. Так. Игорь, у меня автомобиль заглох. И отказывается ехать под такой нагрузкой. Не, ну доконулся мне тоже далековато, прямо скажем. Но попробуй, не знаю. Но пока я впереди, ты же видишь. Эээ, дважды. Непонятно, почему он сначала отказался ехать, а потом взял и себя в руки и поехал. Выключаем ESP. Да, это черепашьи. Знаменитые черепашьи гонки на девяточках. Везу ежные скорости. Так, вообще ничего. Мне кажется, спорт режим сыграл злую шутку здесь. Давай так, Вастан. А? Полбалла мои. Просто за то, что я вначале смог у тебя немножко вырвать. Напомню какую-то гонку инвалидов. Полбалла EXID и по рукам. За полкрыла. Да. Полбалла, ладно. Теперь еще главное назад уехать. Ну что ж, а теперь багажник EXID обещает мне 412 литров. Тебе сколько обещаешь? Мне FAV обещает и дает честный 375 литров. Это моя победа. 375 больше, чем 412. А нет, меньше. 412 больше. Это моя победа. Я предлагаю не открывать багажники. Прячешь что-то, что ли, мне открывать? Конечно. Да. У меня кнопка открывания, она расположена вот здесь, очень низко. Здесь же рядом стоит камера, которая достаточно сильно пачкается. Но у меня есть система без ключевого открывания. Я подхожу с сумками и ключом в кармане. Машина пикает и сама открывается. Ну сейчас мы не будем этого проделать, но смысл в том, что у меня есть электропривод. А у меня есть кнопка с подписью, чтобы вот это вот не искать. Где там у вас вот это вот? Да, да, да. Поднажал такой, немножко поднатужился и открыл. Заметь, коричневый пластик в багажнике. Это все в одном стиле сделано. Да. Нет, у меня, естественно, черный. Мы промерили наши багажники во всех измерениях по ширине. Они практически одинаковые. Но и по длине, и по высоте FAV, к сожалению, для меня выигрывает. Потому что FAV. Потому что концерт номер один. А что у тебя под полом? У меня под полом органайзер. И, кстати, его вот так вот можно зафиксировать. Посмотришь, сколько у меня. У меня поднимается, во-первых, половина пола. И у меня здесь разделен органайзер на три секции. Саморезы, гвозди, шайбы. Ну, я боюсь, что это все-таки победа FAV. Вот даже несмотря на то, что EXIT обещает больше, фактически, объем багажника FAV, просто он серьезнее. Ну, в абсолютных размерах, да. Увы. Ну, что, Игорь, твоя премиальная премиальная премиалочка, весь твой гонор и снобизм твоего автомобиля по отношению ко всему остальному разбились. Разбились. Просто о красоту, о неординарности, какую-то интеллигенцию. Разбились о динамику, разбились о более крупный багажник. О комфортный салон. Ну, такой красивый салон. Да, и более скромная цена. То есть, я думал, что, окей, я отдам полтора балла за цену, и за цену машины, и за стоимость обслуживания. Но я отыграюсь на чем-то другом. Но нет, салон такой же красивый. И, в принципе, визуально, я бы сказал, что FAV даже, может быть, понаряднее будет. Проработан как-то он детальнее. Да, по интереснее сделан. Да, есть недостатки. В первую очередь, не хватает, конечно, зимнего пакета. Но вот если сюда добавить зимний пакет, то вообще никаких сомнений у меня бы насчет FAV не было. Но даже сейчас, да, робот против вариатора, но все равно чисто внешне, я бы сказал, что FAV покруче выглядит. Можно я буду считать свою машину премиальной? Просто с этой мыслью буду жить. У тебя мало того, что премиум сегмент, у тебя еще комплектация престиж. То есть, просто супер премиум лакшери вип, но куда больше. Ты можешь считать свой FAV почти хунцы. Почти хунцы. Да. Вот так, когда тебя спросят, что у тебя за тачка? Почти хунцы. Да, в одно слово. В одно слово почти хунцы. Очень классно. В общем, я буду любить свою машину, я ее сдам, буду о ней помнить. И будешь копить на нее деньги? И буду копить деньги на хунцы, чтобы сразу такой раз там. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой из этих двух автомобилей выбрали бы вы и почему. Иначе вам всем хунцы придет. К вам придет вахтанг и покажет вам хунцы. С хунцами. Ну и по традиции, по кому звонит колокол, колокольчик, лайки, комментарии. Если вы считаете, что озвученные стоимости в два с небольшими миллионами рублей дорого, есть возможность получить машину бесплатно. Но несколько попроще. Но зато у меня будет обслуживание дешевле, запчасти доступнее. Это лада. А самое главное, на шару. Подписывайтесь на наш канал, проходите по ссылочкам в описании, и мы разыгрываем для вас сразу три автомобиля. Три? Один человек может выбрать сколько автомобилей? Один. А если у него растерянные личности? А если у него есть три аккаунта, тогда у него есть шанс выиграть три автомобиля. Трижды подписались, три тачки, может быть, выиграете. Кроме того, у нас есть дзен. Проходите туда, будет больше фоточек, будет текстовое описание к этому ролику. И больше знатоков в комментариях там собирается. Проверено. До новых встреч, друзья. Пакетики, пакет. Пакетики, 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 п